Добрый день, коллеги. Моё сообщение, я не осмелюсь его даже докладом назвать, в общем у нас, видите, носит такой несколько экстравагантный характер, потому что привлекает музыкальный термин. На самом деле, да-да, сейчас я разойдусь. Короче говоря, лейтмотив, как известно, это тема, которая повторяется в музыкальном произведении, но в данном случае, может быть, удачнее было бы назвать то, о чём я собираюсь говорить, темой вариации. Вот, ну вот, поскольку всё это носит, так сказать, характер всё-таки некого ещё такого рабочего момента, то можно будет, так сказать, как-то это дело отработать. Ну, значит, начать я хочу вот с чего. Значит, поэме Каледасы «Раку вамше» в четвёртой главе, которая посвящена Дигвиджае «Раку», значит, там есть один образ, который вот привлекает, мне кажется, внимание, во всяком случае, меня он заинтересовал. Это образ, как ни странно, пыли. Значит, образ пыли, значит, в поэзии, начиная с эпоса, в общем, обычный предмет в военной теме. То есть, когда поднимается армия, значит, или там она бьётся, то вздымаются тучи пыли, которые, значит, загораживают небосвод, и там день превращая в ночь. Эта тема очень стойкая, вообще говоря, и она была, её переняла и тамильская традиция, в частности, например, в поэме 14-го же века «Калинго-Тепарани», значит, поэма о походе на Калингу, там, значит, армия, когда начинает свой путь, говорится примерно так, значит, и войска поднялись, и, значит, и дрогнула спина земли, и стол пыли поднялся в небо, заслонил солнце, и ночь превратилась, то есть, наоборот, день превратился в ночь. Вот это, так сказать, довольно общее место, которое, конечно, существует в поэзии издавна. Так вот, значит, Калиндас не прошёл мимо этого, и, как выясняется, значит, он несколько раз, а вообще-то говоря, вот в этой главе 8 раз, он напоминает, так или иначе, вот пыль, но, будучи поэтом, как мы знаем, гениальным, он, разумеется, не просто повторяет, значит, вот это вот уже банальный, так сказать, вот этот образ, а он, значит, начинает его варьировать, вот, почему я и говорю, что здесь как-то прослеживается такое вот развитие определённой темы, или лейтмотива. Ну, что здесь имеется в виду, значит, вот, скажем, значит, это четвёртая песня, вот, в 30-й строфе, скажем, говорится так, отвага впереди, это перевод Владимира Ганцевича, или там, я не всё точно передавал, но, главное, так сказать, смысл, отвага впереди, гром следом, дальше пыль, а уж потом колесницы и прочее. Вот здесь пыль, конечно, в традиционном смысле, так сказать, подана, вот, но дальше, значит, наступает более интересная трактовка, значит, упоминается пыль от плодов кардамона, которую кони давят копытами, и, значит, таким образом она вздымается тоже вверх и поднимает и покрывает тела воинов и тех же коней, вот. Ну, скажу в скобках, что мне лично совершенно непонятно, как это может быть на самом деле, потому, вот, как-то плантации кардамона, которые я видел, вот, не располагают к созданию такого образа, но вот Калейдас, однако, его изобрёл. Вот, дальше, в 54-й строфе говорится, значит, поднятая его ратью пыль умастила вместо шафрана волосы женщин Кералы. Значит, ещё, так сказать, один аспект, связанный с образом пыли. Затем, дальше, в 55-й строфе упоминается пыльца кетоки, которая тоже покрывает тела воинов. Значит, в 62-й строфе, значит, тучи пыли, то есть, когда битва с обитателями Запада, говорится, то, значит, тучи пыли окутали сражающих. Здесь, в общем, традиционное представление. Вот. А вот в 71-й строфе, значит, где уже речь идёт о горах, из-под коней копыт, то есть, из-под копыт коней поднялись тучи каменной пыли. Вот. Наконец, в 73-й, значит, речь идёт о брызгах, значит, водяных брызгах реки Ганги, вот, которые Владимир Ганги перевёл как водяная пыль, что, мне кажется, вполне возможно. Вот. Ну и два раза ещё, так сказать, более-менее традиционно упоминает Холидаса вот пыль, которая покрывает, значит, усталых воинов, и с одной стороны, а с другой стороны и короны покорённых им царей. Ну вот, исходя из этого, я как-то взглянул на уже тамильскую поэзию. Значит, дело в том, что вообще такой один из кардинальных вопросов, так сказать, связанных с изучением вот литературной традиции индейской, и, конечно, представляет собой соотношение вот южной традиции с северной, вот, и тут много всяких мнений. Вот. Значит, в томильском комплексе ранней поэзии есть сборник 10 песен, пакты, которые представляют собой сборник больших довольно поэм, вот, наибольшие там 782 строки. Так вот, значит, голландский исследователь Герман Тикен полагает, что это вообще, собственно, махакавия, переложенная или как-то, в общем, изображённая по-тамильски. Ну, значит, Тикен, который известен своими, так сказать, оригинальными трактовками, тут, конечно, нуждаются в вопрошании, вот, по многим параметрам, ну, хотя бы потому, что вот эти поэмы, которых идёт речь, тамильские поэмы, они, значит, никоим образом не являются то, что называется саргабанда, то есть разделённые на главы. Это один из признаков вообще махакавии, вот, а они собой представляют текст сплошной, такой массив, значит, текстуальный, который, конечно, должен иметь какое-то внутреннее членение просто для того, чтобы быть понятым. Так вот, значит, есть ли обратиться, скажем, к одной покамест-поэме, но другие я разбирать подробно не буду, поэтому вы можете не опасаться за регламент. Так вот, это поэма, которая посвящена наставлению на путь поэта, по которому звали, то есть термин такой панар, значит, панатрупадей, такая довольно большая поэма. Значит, что здесь с точки зрения поставленного вопроса о лейтмотиве или теме с вариациями привлекает внимание? Значит, оказывается, что, вот так сказать, фабула поэма состоит в том, что один поэт, значит, посылает к патрону богатому покровителю другого и объясняет ему, как там надо идти. Это, так сказать, вещь известная, даже, кажется, я когда-то об этом здесь говорил. Вот. Но что примечательно и интересно, он, значит, использует один образ, то есть один, так сказать, лейтмотив, лейтмотив еды, значит, вот с такой вот регулярностью говорится о том, что ты, значит, ты, это поэт или вы, потому что там группа, и вообще говоря, вот, и вы пойдёте таким-то путём и будете проходить, скажем, такие-то земли, то вот там, если вы остановитесь в какой-то деревеньке, то вас, значит, накормят тем-то и тем-то. Затем вы пойдёте дальше, вот, значит, следует описание других земель, и вас, так сказать, опять же накормят тем-то и тем-то. То есть буквально слово, которое используется, это пергувир, это вы получите. Вот. И вот такое, так сказать, такое упоминание рациона вот этих трансующих поэтов повторяется неоднократно, вот, и всегда сопровождается вот словом, этим глаголом, значит, вы получите, пергувир, который, в общем, представляет собой явно такую отметку в тексте, которая его, в общем, членит. Я об этом сейчас ещё и скажу. Но примечательно ещё вот что. Во-первых, уже, так сказать, конечно, некоторого отступления, а хотя, впрочем, почему бы об этом не сказать, значит, тамильская поэзия очень любит еду. Вот. И вот, так сказать, описание различных, так сказать, меню, если хотите, вот, составляет, в общем, такую немаловажную часть, значит, описание в этих вот поэмах в частности. Вот. Я как раз недавно даже этот вопрос Юлии Марковны обсуждал, вот, она заметила, что вот санскритская поэзия этим не отличается, как раз, вот, они избегают темы, так сказать, еды и так далее. А вот тамильская, значит, очень любит это. И действительно, значит, это первое, что надо заметить. Второе, это то, что тема еды связана с известным членением поэтического материала на пять тем теней, так называемых, которые, в свою очередь, связаны с фланшафтами или с регионами определенными. Вот, это, там, горные леса, пастбища, равнины, засушливые земли и море, значит, берег моря. Совершенно понятно, что, значит, та еда, которую получат вот странствующие музыканты, исполнители, она будет отличаться в разных регионах. И вот, любопытно, что вот даже теоретически трактат Толькапи, значит, отмечает среди характеристик вот этих тем в элементе, который означает, так сказать, подробности вот антуража этих тем, то есть детали, так сказать, или элементы, как буквально говорится, если привести буквально такие зародышевые элементы описания, то отмечается еда, как непременный признак таких описаний. Вот, ну вот, значит, если более конкретно сказать, то, значит, дело выглядит так. Я, это не перевод, а, скорее, так сказать, пересказ, просто потому, что перевод был бы слишком громоздок, но, чтобы передать просто суть дела. А суть дела, кстати, еще добавлю, состоит в том, что помимо просто там названий каких-то блюд, извините за такое модернистское, конечно, при выражении применительно к тому времени, значит, сообщает поэты еще иногда, как они приготовляются. То есть, в общем, все, так сказать, эти описания, связанные вот с употреблением пищи, они сделаны, так сказать, извините, опять же, за каламбур со вкусом. Вот, и, значит, и с подробностями, значит, ну, скажем, во дворике в тени деревьев в вилла, значит, женщины толкут в ступах, значит, короткими пестиками рис и ставят в сосудах на очаг. Вот, а если вы, значит, в этой деревне остановитесь, вот, и произнесете имя Сенни, Сенни – это князь, значит, то есть они хотят сказать, что этот князь, который владеет этой землей, вот, они к нему имеют отношение или, по-своему, собираются его восхвалить, вот этого господина прекрасных гор, как там говорится, то получите куски жареного мяса на листьях тика, то есть, значит, уже и блюдо обозначено, на котором это все должно произойти, то есть ты и твои родичи. Вот, значит, в другом месте, говорится, это уже, да, это зона, кстати говоря, лесных охотников, это, значит, тема куринджа, так называемая, дальше идет тема пали, это тема пустынная, где живут тоже охотники другого рода, такие вот более суровые, но тем не менее, все равно, вы получите там красный рис и куски жареной игуаны, загнанные собаками, вот, значит, вот детали здесь поражают, потому что, значит, непременно, надо сказать, что вот и собаками, так сказать, это игуаны пойманы, но, конечно, еще более поражает, вот, не знаю, может, кто мне разъяснит, значит, что это игуана, упоминается в тексте буквально, значит, вы получите куски, это жареные куски беременной игуаны, вот почему, так сказать, видимо, может быть, она была более вкусной, этого мы узнать не можем, вот, ну, значит, я уже, так сказать, коротко перечислю, когда речь пойдет о земле пастухов, естественно, они получают молочные продукты, когда они добираются до моря, они получают, значит, как сейчас у нас принято говорить, морепродукты, вот, и, значит, когда земля Марудом, это сельская, так сказать, сельскохозяйственная территория, там, естественно, рис, сок сахарного тростника, то есть то, что характерно для вот этих местностей, вот, одним словом, вот эта тема таким образом развивается, но само по себе, значит, значение, это не только вот в этом описательном, иногда очень красочном, интересном элементе, а то, что вот это вот куски, вот эти, значит, фрагменты текста, которые подчеркиваются вот употреблением одного и того же слова, они, конечно, в общем, представляют собой попытку такого внутреннего членения этого текста и, так сказать, его некоторую конструкцию такую, вот. И это выявляется, кстати, в дальнейшем, так сказать, в том, что вот такого рода, так сказать, мотивы, повторяющиеся этого, они вообще становятся центрами, так сказать, вот конструкции отдельных произведений, антологий даже, то есть, иначе говоря, какие-то темы, которые вот таким образом заявляются, ну вот тема еды, значит, тема пыли, скажем, тема еды, вот, бывает еще тема звуков, тема запахов даже можно найти такие, то есть различные, вот, варьируются, вот. Они, вот этот принцип, так сказать, он кладется в основу составления антологий, потому что вот уже такие средневековые томильские антологии, вот, они по этому принципу и построены, значит, ну, скажем, возьмем такую известнейшую антологию Каптиру Курл, значит, сборник стихотворных афоризмов, вот, который разделен на главки по 10 этих афоризмов, и каждая из них представляет собой, собственно говоря, тему с вариациями, вот, и это не единственный такой сборник, значит, скажем, там есть сборник, посвященный полю битвы, где полю битвы, значит, таким вот образом развивается, и всякий раз, значит, вот оно оканчивается вот одним словом. Ну, еще одно, еще две минуты могу сказать, потому что мне хочется тут навести связь с одним жанром средневековой томильской поэзии, которая называется падигам. Вот, это, значит, слово происходит от слова падия, еще упоминающего вести еще и в регведе песня, вот, и такой характерной особенностью падигам является рефрен, вот, это, собственно говоря, тоже принцип, вот, темы с вариациями, то есть каждая строфа, значит, развивает какую-то, значит, одну и ту же тему, которая повторяется вот в виде рефрена в конце. Который прием не новый, потому что он, значит, в регведе есть гимны, которые именно так и устроены, вот, Сергей Сергеевич мне не даст, ошибиться в этом вопросе, вот, кроме того, многие палийские стихи так устроены, там, тема одиночества берется, там, значит, «Эко чары, как висана капа, иди один как тут рог носорога», это повторяется в каждой строфе, и это скрепляет эту тему. Ну вот, значит, и самое последнее, значит, у Калидаса, конечно, это художественный прием, такой поэтический, вот, в томильской поэзии, вот, он имеет несколько иное значение, мне кажется, во-первых, потому что, значит, там, связано это вот с этой системой тены, а во-вторых, это вот попытка найти действительно внутреннее членение, то есть сделать внутреннее членение текста. Калидасе это не было нужно, потому что сама форма Махакави, она настолько четкая, и деление на главы, на строфы, что, значит, здесь вот к таким вещам прибегать не нужно, поэтому он-то демонстрирует свою художественную фантазию только, вот. А мне кажется, что в случае с Томирскими поэтами, помимо, конечно, фантазии, которая тоже, кстати, довольно буйная, как вы могли понять, значит, ему важно, этим поэтам важно было вот такие фрагменты оформить в виде даже лексических таких клише, которые таким образом помогали этот текст осознавать. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Александр Михайлович, на вопросы. Можно я вам вопрос задать? Хоть два, пожалуйста. Спасибо большое за интересный доклад. У меня такой вопрос. А вы не думаете, что вот это подробное описание каких-то аспектов жизни, там, классификация вкусов, запахов, и особенно рецепты вот этой кухни имели какое-то обучающее значение? То есть, может быть, эти произведения имели многие смыслы, то есть, может быть, это была своего рода кулинарная книга, выражаясь современным языком, как Кама Сутра, где тоже все классифицируется, но мы можем поэтому учиться. Ну, вы знаете, вот я понимаю вашу мысль, но я так не думаю. Вот я все-таки вижу это первое ощущение, как поэтическое, так сказать, творчество. Это, так сказать, не шострические жанры, а именно поэзии. Поэтому, ну, я не знаю, но, конечно, вот мы, например, безусловно, можем понять вообще, чем они питались, так сказать, из этой книги, и даже как приготовлялись какие-то блюда. Но это не было, конечно, задачи. Так я полагаю. Жареную беременную игуану навсегда запомнили. Простите. Жареную беременную игуану запомнили навсегда. Ну, ну, пожалуйста, только не пытайтесь ее попробовать. Да, вот еще один. Еще бы. Суль, суль. Суль, 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 суль. Да, ну, я не знаю, я так сказать... Нет, ну, они... Нет. Чего? Ну, вот, суль, 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 суль. Я говорю, вот такие слова. Буквально это, так сказать, игуана с зародышем. Ну, да, ну, поизвините, да. Да, ну, во всяк случае, стишок оттуда, правда? Там есть такое. Хорошо, благодарю вас. Спасибо.